Всем привет, с вами X-Doping. И сегодняшний выпуск посвящен Джорджу Форману. Я нашел раздачу с его боями и решил показать вам лучшие моменты оттуда. Молодой Джордж был спарринг-партнером Сани Листона. В бою Форман был известен своей невероятной физической силой и ударной мощью. Многие считают его удар самым разрушительным в боксе. Начав тренироваться, Форман достиг огромных успехов на любительском ринге, имея всего 25 любительских боев. В 68-м году он становится чемпионом Олимпийских игр в Мехико. И уже через год в возрасте 20 лет переходит в профессионалы, где ставит рекорд по числу нокаутов за первый год выступлений. В 1994 году в возрасте 45 лет, завоевав титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF, став старейшим чемпионом мира в истории бокса, этот рекорд был побит в 2010 году полутяжным Бернардом Хопкинсом. Но Форман остался старейшим чемпионом-тяжеловесом. У него с виду неуклюжая техника и может показаться, что он полагается тупо на силу. Но если присмотреться, он очень круто работает, выставляя руки вперед и не позволяя нанести себе весомого урона. Сам при этом часто бьет под нестандартными углами. И когда попадает, это почти приговор. Давайте посмотрим его бои. Но сначала пару слов о спонсоре выпуска. В покер играют многие, включая самого уважаемого мной бойца, Тайсона Фьюри. Покер – это не только удача, но и навык, которому ты быстро сможешь обучиться. Poker.org – это самый большой авторитетный покерный рум онлайн. В нем огромное комьюнити из стримеров, профигроков и просто любителей, которые всегда тебя поддержат. Здесь рекордные суммы выигрышей, возможность участвовать в турнирах и клиентская поддержка высшего уровня. Жизнь скучна без вызова, без испытания характера. Вот почему я люблю покер. Здесь я получаю адреналин. Что же, приступим. Июнь 69-го. Дон Вальдхельм. До него этот десятый бой станет последним в карьере. Джордж разнесет его на ближние дистанции. Боб Хэзлтон. Решил не приветствовать Большого Джорджа. Форман снес его левым хуком. Форман снесет его на ближайшие дистанции. Джордж Шавало. Еле пережив обстрел у канатов, был спасен судьей. Бун Киркман. Вроде бы не проходной боец, но долго продержаться у него не вышло. Григорио Перальто. Ветеранище. Смог выстоять до 10-го раунда, ни разу не отправившись в нокдаун. Луис Фаустино Пирес. Левый хук свалил его с ног. Джордж прижимал его канатом или загонял в угол, где обрушивал свои лучшие удары. А вот и коронный обстрел корпуса. Форман очень любит обрабатывать внутренности подобными сериями. На пятый раунд Луис уже не смог выйти. Тед Гуллик. Джордж месил его в основном боковыми ударами. Все закончилось во втором раунде. Схожий сценарий боя был со следующим соперником. Мигель Ангел Паес. Оказавшись прижатым, он не выдержал обстрела. А вот и титульный бой против Джо Фрейзера. Парня, который побеждал самого Мухаммеда Али. Для Джо это была уже пятая защита титулов WBC и WBA. Легендарный хук Джо не производил на Формана никакого впечатления. Джордж отправил ее в нокдаун три раза в первом раунде и три раза во втором. Фрейзер был сильным фаворитом в бою и такой проигрыш выглядел устрашающе. Теперь большой Джордж стал новой суперзвездой бокса. Следующий счастливчик – Жозе Роман, оказавшись у нокаутов, был разгромлен в первом раунде. Вторая защита титулов WBC и WBA, отвоеванных у Джо Фрейзера, против Кена Нортона. Все проходило по уже устоявшемуся сценарию. Большой Джордж вперед и доставлял весомые удары. Двумя апперкотами во втором раунде Форман отправил Кена в нокдаун. Скорый финиш был лишь вопросом времени. Яркая победа во втором раунде. Журнал The Ring Magazine признал Джорджа четвертым самым лучшим тяжем за всю историю спорта. Он бил Нортона так же, как и всех остальных оппонентов. Поймал в ранних раундах. Если я буду оставаться недосягаемым хотя бы пять раундов, подлавливать его, двигаться, то отправлю его на пенсию. Семь месяцев спустя. Третья защита титулов против величайшего Мохаммеда Али, который, как можно заметить, был в тот вечер очень разговорчивым. Использовал свой трэшток по полной, чтобы вывести Джорджа из себя. Так он быстрее вымахается. Али вязал Формана на ближнике. У канатов старался минимизировать ущерб работой корпусом. И это хорошо получалось. Как он потом рассказывал, он частенько говорил ему что-то в духе «И это все?». После нескольких раундов Джордж начал уставать. Его обстрелы у канатов уже не были такими смертоносными. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В восьмом раунде Али смог взорваться с комбинацией и поставить точку. Рон Лайл устроил Джорджу настоящую рубку на встречных курсах. Уже в начале боя смог серьезно потрясти Джорджа, который смог вернуть должок в следующем отрезке. Оба бойца побывали в нокдаунах по очереди. Действие перешло в настоящую мясорубку. Бойцы обменивались сокрушительными ударами. В какой-то момент большой Джордж чуть не проиграл. Но собрал волю в кулак и нокаутировал Лайла в пятом раунде, завоевав титул NABF. Джордж прессинговал и доставлял бронебойные удары. Коронный левый хук Фрейзера Форман по-прежнему принимал и как будто не замечал. После двух нокдаунов тренер Джо попросил судью остановить бой. Джон Деннис, закаленный ветеран из Италии. Он был недостаточно быстро, чтобы избегать трудовых ударов Джорджа и смог продержаться только до четвертого раунда. Педро Агосто. Весил на целых 10 кило меньше Джорджа. Был вынужден идти на сближение из-за коротеньких рук, где получал порции ударов в бубен. В четвертом раунде проиграл, отправившись в нокдаун в третий раз. Джимми Янг. В те времена был в ударе. В последних 9 боях проиграл только Мухаммеду Али. Джордж несколько раз был очень близок к победе, но Янг смог выдержать на автопилоте. Джимми потом признается, что в седьмом раунде был в стоячем нокауте и не понимает, как смог выстоять, и не только выстоять, но и вырвать победу единогласным решением. Форман же на фоне небывалой жары и обезвоживания словил религиозный приход и решил завязать с боксом, став священником. Целых 10 лет Джордж был не при делах, но все равно решил вернуться в большой бокс 9 марта 1987 года против Стива Зоуски. Определенно Форман потерял скорости, но прибавил в весе. Позволял себе ходить по рингу с опущенными руками, ощущая полное превосходство. Бой остановил судья в четвертом раунде. Я намеревался биться 8-10 раундов. Говорил об этом своему тренеру, что хочу встряхнуть стариной. Однако заплывший глаз вынудил меня завершить бой раньше. Когда я сотрясаю своих соперников, то на автомате даю им отдышаться. Это уже не раз вставало мне боком. Следующий. Рокки Сикорски. К этому бою Джордж скинул со 120 до 110. В те времена средний вес тяжей был в районе сотки. Поэтому Форман все равно выделялся даже со своими 110. Как обычно, в перерывах между раундами большой Джордж не пользуется стулом и всегда отдыхает стоя. Рокки был обескуражен мощью Формана и кружил вокруг, не зная, что с этим делать. Бой был остановлен в третьем раунде. Гуйда Трейн. Разница весит 13 килограмм. Очередная жертва вышедшего с пенсии Джорджа. Он обратился к Милсу Лейну с вопросом, сколько еще тот может отгребать. И бой был остановлен в пятом раунде. Дуайт Мохаммад Кауи не боялся нестись вперед с комбинациями. Форман защищался в своей привычной манере, скрестив руки. А как вам такой хаммерфист? Бум! В очередной раз Джордж демонстрирует небывалую снисходительность к сопернику, не став добивать. После отправил на канаты в шестом раунде и доделал работу в седьмом. Он смог тебя потрясти? Не особо, но я был шокирован его энергией, способностью восстанавливаться после ударов. Я не хотел завершать бой рано. Мне нужно было поработать левым джебом, проверить себя против невысокого бойца, чтобы быть готовым к Майку Тайсону. Фрэнк Лакс. Сносить его быстро Джордж не собирался и, как обычно, давало дышаться. После нескольких нокдаунов судья жалился над бедным Фрэнком. Фрэнк Лакс. Карлос Хернандес не собирался быть мальчиком для битья и смог дать неплохой отпор. Но Джордж, отдышавший в своем излюбленном стиле между раундами, добил бедолагу в четвертом. Хотя тот всем видом изображал, что ему все нипочем. Джордж не разрешал замерить его длину рук. Но увы, он не хочет, чтобы он не мог отбелся. Как можно заметить, Джордж не разрешал замерить его длину рук. Но в боях против малоизвестных ребят такое допускалось. Но вернувшись в Большую Лигу, он был обязан согласиться на замеры. Владислао Миджанглос. Джордж жестко отбил ему почку в первом раунде. А во втором отбил уже и желание продолжать. Бобби Хитц. Думал, что сможет бесконечно порхать вокруг Джорджа. Не тут-то было. Нокаут в первом раунде. Тони Фулеланджи. Комментаторы пояснили, что Форман добрался до 17-го номера в топе. То есть до титульника было еще немало работы. Оказавшись в первом нокдауне, Тони заулыбался. Настоящий гэнгстар. Во втором раунде Джордж в очередной раз начал уходить в сторону слишком рано, пока соперник был еще не полностью разгромлен. Джеб сегодня неплохо работал. Я не ожидал, что у него будет такой сильный удар. При 100 килограммах никого не стоит недооценивать. Как вы сегодня мне и сказали. Я бы хотел подраться с Майком Тайсоном. Могу в любое время. За 12 миллионов давайте подключим промоутеров. Марк Янг. Снова мальчик для битья. Он, конечно, огрызался на ближней дистанции, но пушки Джорджа стабильно попадали по цели. Наш герой не торопился с добиванием и работал размеренно. В итоге технический нокаут был аж в седьмом раунде. Мануэль. Дэл Мейда. Выиграл последние пять боев. Явно далек от своей лучшей формы. У канатов Форман отбил ему все внутренности. А вот излюбленная комбинация из трех апперкотов к ряду. Как обычно, вопрошающий взгляд к суде. Типа, может уже хорош? И да, действительно хорош. Этот парень принял очень много урона. Судья должен был уже вмешаться. Как я уже говорил, сорокалетний мужик дает просраться молодым. Им есть над чем поработать. Джей Би Уильямсон. Искал успеха, работая по этажам. Кружил вокруг, чтобы избежать бомб Джорджа. Отлево по корпусу бедняга чуть не сложился. Судья остановил бой в пятом раунде. Берт Купер отставал весе аж на 20 кило. Поэтому его шатало даже после ударов в корпус. Он смог выдержать лишь два раунда и не вышел на третий. Берт пробовал меня продавить. Безуспешно. Так бы делал и Майк Тайсон. И ему меня не одолеть. Все говорят, что я слишком стар. Но я доказываю свою силу с молодыми соперниками. Эверет Мартин. Джордж, как обычно, демонстрировал недюжинную силу, с которой было непросто совладать. Как видно в приведенной статистике, Форман держит один из рекордов по числу нокаутов к ряду в количестве 24. Даже больше, чем у Майка Тайсона на тот момент. На первом месте Джон Салливан. В восьмом раунде Эверет оказался в нокдауне. Но выстоял и бился все 10 раундов. После нокдауна я предложил рефери остановить бой, дабы не разрушить парню карьеру. Джерри Куни. Он устроил адский размен под конец первого отрезка. Но пускаться во все тяжкие с Большим Джорджем не лучшая затея. Бой закончился во втором раунде. Этот мужик жестко бьет, даже похлеще Джо Фрейзера. Было больно принимать его удары даже в блок. Я занервничал. Думаешь, ты слишком большой для текущего чемпиона Майка Тайсона? Все верно, с ним я могу разобраться даже быстрее, потому что он не умеет отступать. Майк Джемисон на серии поражений, очередной проходной соперник. От апперкота Джорджа чуть голова не отлетела. К счастью для него, Форман не срубил его тут же, а спокойно отошел в сторонку. Правда, потом все равно пришлось бить. Действие закончилось в четвертом отрезке. Одилсон Родригес На этом турнире выступал железный Майк, слушая в раздевалке Айс Кьюба. Одилсон выстрел всего лишь два раунда. Кен Лакусто К этому бою Форман был уже четвертым номером рейтинга WBC, так что титульный шанс был не за горами. Кену сильно досталось уже в первом раунде. В перерыве Джордж, как обычно, не пользуется стулом. Лакусто смог неплохо приложиться оверхендам, но его участь это не изменило. Мне нравится побеждать, невзирая на возраст, и доказывать всему миру, что можно быть крутым и за 40. Сейчас Бастер Дуглас – самый опасный мужик на планете, но для него будет глупостью пытаться размениваться со мной. А еще есть Холлифилд, он, наверное, сейчас стягает штангу где-то. Но все эти мышцы его не спасут. Ну и, конечно, Тайсон. Он уж точно полезет на рожон. Но со мной это не прокатит. Терри Андерсон влетел прямиком в правую Джорджу. Форман потом скажет, что это был самый сокрушительный удар, который он когда-либо выбрасывал. Хотя с виду и не скажешь. После гонга он активно прессинговал, пытаясь утомить. Все эти молодые боксеры думают, что смогут передышать старика. Когда-то у меня была способность срубать людей, попадая в любую часть тела. Она покинула меня после боя с Али. Но сейчас я снова ее чувствую. Ивандер Холифилд сказал мне, что подерется со мной, если выиграет пояс у Бастера Дугласа. Который тоже изъявлял желание подраться со мной. Ну а Тайсон просто напуган. Заветный титульный шанс против Ивандера Холифилда, который был фаворитом 3 к 1. На каждый удар Большого Джорджа Холифилд отвечал тремя. Его серии были на высоте. В третьем раунде он обрушил на форму на зверские комбинации. И потом закрепил успех в седьмом и девятом. У Джорджа тоже были хорошие моменты во втором, пятом и седьмом раунде. Но общий тоннаж явно был за чемпионом. Полифилд выгорал этот бой единогласным решением и срубил 20 лямов. Порфилин. Полифилд с помощью т He perturbал строга. Порфилин. Продавший пострадал. Порфилин. Порфилин. Джимми Эллис выиграл пять из последних шести боёв. Вроде в неплохой форме. Форман стал чаще работать джебом. Очередной бронебойный апперкот подкосил Джимми. Как обычно, быстрого добивания не последовало. Эллис едва пережил второй раунд. И, наконец, третьим ленивый хук Джорджа поставил точку. Я уже подумал, что ему кранты, но он неплохо мне ответил. У парня челюсть как кусок гранита. Алекс Стюарт. Его два года назад снес Майк Тайсон в первом раунде. Джордж, в свою очередь, дважды отправил его в нокдаун во втором. Однако Стюарт выдержал и неплохо вел бой, отлично подлавливая на контрударах, от которых у Формана заплыл правый глаз. Довольно часто в таких ситуациях он не обращал на это внимания, но в тот вечер пришлось воспользоваться помощью. Наш герой явно подустал гоняться за Алексом уже к середине схватки, но все же Форман создал больше опасных моментов для соперника, за что получил победу решением. Почему ты не стремился отправить его в третий нокдаун, чтобы выиграть бой? Мне не хотелось слишком его повредить. Когда ты вернешься домой, скажет ли тебе жена, что это должен был быть твой последний бой? Ну, больше мне желательно не пропускать так много в бубен, а то она запретит больше драться. Джордж Форман до сих пор входит в топ-5 всех боксерских организаций. Пьер Коэдзер – суровый усатый дядька. От его правой даже большой Джордж терял равновесие. У Пьера было серьезное рассечение на носу, но он не сбавлял обороты. В четвертом раунде, правда, прилег отдохнуть. Как обычно, Форман призывал судью остановить одностороннее избиение. Коэдзер выстрел аж до восьмого раунда. Крепкий мужик. Он очень крут. Благослови бог его и его страну. Нужно что-то делать с судьями. До каких пределов они будут позволять бойцам так сурово отгребать? Я бы хотел сразиться с Леноксом Льюисом. Забудьте про Ридика Боу. Он сейчас в каком-то трипе. Томми Морриссон. Очень крутой парень, впечатляющий статистикой на тот момент. 36-1. Обладал ядреным ударом, с которым Джорджу приходилось считаться. Держак был хороший, и функционалка позволяла пережать Формана в большинстве ситуаций. Томми забрал все раунды и выиграл со счетом 117-110. Субтитры сделал DimaTorzok. Майкл Муррер, непобежденный американец, был фаворитом 3 к 1, более молодой и быстрый. Он обыгрывал Джорджа большую часть боя. Принимал его лучшие удары, как ни в чем не бывало. Дело запахло разгромным поражением для Джорджа, но в 10-м раунде он смог свалить Майкла наглухо. Крутая победа и завоеванный пояс IBF. Аксель Шульц. Бой проходил у него дома в Германии. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Добавил DimaTorzok и забирал первые раунды. Постепенно Джордж нащупал ритму и стал отыгрываться. Он постоянно шел вперед и продемонстрировал отличную выносливость. Но, видимо, нокаутирующая мощь уже ушла. Вырубать не получалось. Результат боя – победа раздельным решением. Ну и последний бой в карьере Джорджа против Шэнана Брикса. Форману аж 48. Офигеть. Но он выглядел неплохо и бился на равных с молодым бойцом. По итогам схватки один судья посчитал ничью, а двое других отдали предпочтение Бриксу. Когда я последний раз был в церкви, все интересовались, когда я вернусь. Для меня дело не в деньгах. Люди хотят видеть меня в роли священника. Я постараюсь выделить на это больше времени. Вот такая интересная карьера была у Джорджа Формана. Его физическое здоровье просто легендарно. Выступать почти до 50 лет способны лишь единицы. Определенно его лучшая форма была во времена боя с Али, который оказался ему не по зубам. Думаю, тогда он был на уровне Майка Тайсона. В их теоретической битве я бы поставил ровно 50 на 50. Еще я делал выпуск про Тайсона Фьюри и не думаю, что Джордж смог бы его расколоть. Делать новый ролик я не планирую, так как денег это больше не приносит, а времени требует очень много. Спасибо всем за комменты и поддержку. Успехов вам!